Всем привет! Вы на канале графон уроки фотошопа и в этом видео уроке я покажу как сделать симпатичную аватарочку для вашего аккаунта в инстаграме. Давайте закроем данный документ и создадим все сначала, чтобы было все пошагово. Давайте создадим новый файл, создается он в данной вкладке файл, создать и выставляем размеры 1000 ширина, 1000 высота, все это в пикселях, разрешение 72 и цвета RGB. Создаем документ, открывается у нас рабочая область и для того, чтобы сделать ровненькую красивую аватарочку, нам нужны вспомогательные линейки. Вот они у нас уже здесь открыты, если у вас данных нету линеечек с цифрками, переходим в пункт просмотр и выбираем линейки. Вот они так у нас выключены, нажимаем еще раз, включаем. Для того, чтобы определить центр нашего изображения, нам нужно перетянуть направляющие сверху и снизу. Так, берем, зажимаем клавишу мыши левую и тянем вниз. Photoshop нам подскажет, где будет центр изображения. Таким вот образом происходит такой щелчок и Photoshop ставит на центр. Тянем примерно центр и видим то, что у нас центр изображения определился. Итак, давайте сделаем сначала основную рабочую среду. Это будет у нас обводка нашего изображения. Создаем новый слой и берем инструмент Ellipse. На панели инструментов слева выбираем инструмент Ellipse. Если у вас здесь выбран прямоугольник, то правой кнопкой мыши мы выбираем Ellipse. Переходим на центр изображения. Зажимаем клавишу Shift. Кликаем мышкой и начинаем зажатой клавишей мышки тянуть влево вверх, ну либо в любую другую сторону. При перетягивании добавляем к зажатой клавиши Shift клавишу Alt. И теперь мы видим то, что изображение увеличивается от центра. Тянем до краев примерно вот так. Отлично. У нас Ellipse нарисовался здесь. Есть слой. Для наглядности выберем другой цвет. Примерно вот так. Теперь нам нужно сюда закинуть градиент. Он заранее у нас подготовленный. Если он вам будет нужен для обводки, то перейдите по ссылочке в описании в группу ВКонтакте. И там будет пост с данным видеоуроком. Также к нему будет прикреплен данный градиент. Я его сейчас просто закидываю из папки. Мы видим то, что он у нас меньше, чем наш Ellipse. Для того, чтобы перекрыть его полностью, нам нужно увеличить изображение. Давайте зажимем клавиши Shift плюс Alt. И мышкой возьмем за какой-нибудь уголок и потянем вниз в сторону. Вот таким вот образом. Выбираем инструмент перемещения. И делаем поместить файл. Далее нам нужно обрезать наш градиент под Ellipse. Для этого мы переходим на панель слоев. Находится справа. Нажимаем клавишу Alt и ведем между двумя слоями. Появляется вот такая иконочка. Стрелка с квадратиком. И кликаем мышкой. Теперь мы видим то, что наш градиент обрезался под наш Ellipse. В принципе, нам это было и нужно. Далее. Создаем новый слой с помощью данной иконки в правом нижнем углу. Он у нас пока пустой. И давайте закинем сюда наше изображение, с которым мы будем работать. Вы подберете, конечно же, любое свое изображение по вашей тематике. У меня это как уроки фотошопа, поэтому я закину такую картинку с компьютером, с рабочей областью. Выберем инструмент перемещения и делаем поместить. Здесь нам нужно будет определиться, какого размера будет картинка. Также давайте выключим пока наш слой с картинкой. Перейдем на слой с градиентом. Сделаем новый слой. Возьмем инструмент Ellipse. И еще раз сделаем окружность, только уже меньше, чем наша основная картинка. Итак, зажимаем клавишу Shift. Переходим на центр изображения. Начинаем тянуть от центра. Добавляем клавишу Alt. Мы видим, что картинка увеличивается, наш Ellipse. И нам нужно сделать ее поменьше, чем основное изображение. Меньше, чем наша обводка. Примерно вот до такой степени. Отпускаем мышку, отпускаем клавиши. Мы видим то, что появился такой Ellipse внутри нашего градиента. Далее включаем наш слой с картинкой. И мы также видим то, что у нас есть такие области, до которых не дотягивает наша основная картинка. Поэтому мы основную картинку берем и также растягиваем. Зажимаем Shift плюс Alt и за уголок тянем. Она увеличивается. Также выбираем перемещение. Поместить. И повторяем процедуру. Наша основная картинка. Эллипс. Беленький. Между ними зажимаем клавишу Alt и выбираем эту область. Кликаем мышкой и мы видим то, что у нас получилась такая картиночка, которую мы можем влево-вправо двигать. Здесь вы можете подобрать более удачную позицию вашей картинки для вашей будущей аватарки. И кликаем, ну, оставляем как есть. Далее, для того, чтобы разместить текст, естественно, картинку нужно затемнить. Потому что, если это у вас темная картинка, светлый текст будет читаться лучше. Если у вас очень светлая-светлая картинка, то есть, например, давайте вот примерно покажу, вот какая-нибудь вот такая, то здесь можно, в принципе, и темным текстом что-то написать. Так, отменяем. Давайте в нашем случае это будет темная картинка и светлый текст, поэтому мы зажимаем, находясь на панели слоев, на слой с картинкой, с нашей основной. Он у нас выбран. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-U. U это у нас русская G на русской раскладочке. Открывается панель цветовой тон насыщенность и здесь яркость мы убавляем на глаз. Примерно вот где-то вот так, наверное. Ну, можно будет потом это подрегулировать. Слишком темный не делайте, лучше сделайте немножко посветлее. Потом вы напишите текст и снова сможете затемнить картинку. Но я на глаз уже примерно знаю, как текст будет читаться. Нажимаем ОК. Теперь давайте добавим текст. Находясь можно даже на этом же слое. Выбираем инструмент горизонтальный текст. И пишем произвольное слово. В вашем случае это же будет, естественно, название вашего аккаунта в Инстаграме. Я напишу название своего канала «Графон». Советую вам выбирать шрифты пожирнее. Они будут читаться лучше. И подгоняем к центру. Чтобы центр нашего текста был на пересечении наших направляющих. Таким образом мы видим то, что текст мы разместили. Можно вот, как я говорил, картинку можно теперь немножко даже затемнить, наверное. Яркость еще немножко убавить, чтобы текст читался лучше. Нажимаем ОК. И мы видим то, что картинка темненькая. На нашей обводке Инстаграма, который градиент, тоже есть темные участки. И смотрится это довольно-таки слишком вырвиглазно. Вот таким вот словом подберем. Давайте добавим белые обводки у нашей основной картинки. Для этого нам нужно перейти на эллипс, который находится под основной картинкой. На слой. Правой кнопкой мыши нажимаем и выбираем «Параметры наложения». И выбираем «Выполнить обводку». Здесь у нас черный цвет стоит. Мы сейчас ставим сюда белый цвет. Непрозрачность 100%. И увеличиваем размер. Вот примерно вот так. Теперь это выглядит уже более-менее насыщенно. Картинка с градиентом разделилась. Ну и вы видели то, что в Инстаграме тоже обводка при загрузке Stories. Там тоже с неким промежутком от основной картинки. Итак, далее нам нужно добавить немножко такую полупрозрачную окружность вокруг нашего текста на основной картинке. Для этого переходим на нашу основную картинку. Создаем новый слой с помощью данной иконки. Выбираем инструмент «Выделение». Овальная область. Переходим в центр картинки курсором. Нажимаем «Shift». Начинаем тянуть. Также добавляем «Alt». Тянем, тянем, тянем до тех пор, пока мы выйдем за границы текста. Примерно вот так, чтобы мы видим текст у нас вот здесь. Мы перекрыли. Теперь нажимаем сочетание клавиш Ctrl-Shift-I. I на русской раскладке буковка «Ш». И выбираем инструмент «Заливка». Выбираем белый цвет на палитре цветов. И заливаем все белым цветом. Вот так вот у нас это примерно получилось. Убираем «Выделение». Теперь нам нужно, находясь на этом же слое, слой 1. Это у нас вот данный слой с заливочкой. Давайте назовем его «Заливка». Вам это делать не обязательно. Это я делаю просто для наглядности. Находимся на нем же. Далее спускаемся немножко ниже. Зажимаем клавишу Ctrl и кликаем по нашему эллипсу. Именно по иконочке. По буквам кликать не нужно. Кликаем по иконке. Появляется вот такое выделение. Мы находимся по-прежнему на слое «Заливка». Теперь мы нажимаем сочетание клавиш Ctrl-J. J на русской раскладке буковка «О». Ctrl-J. У нас появляется слой 1. Теперь слой «Заливка». Перейдем на него и просто удалим. Мы видим, что у нас появилась еще более толстая область между градиентом и основной картинкой. Но теперь на слое 1 мы можем убавить непрозрачность. На панели слоев. Выбираем непрозрачность. И здесь уже абсолютно на глаз сколько вам нужно убавить. Смотрим. И вот такой вот эффект получается. Картинка у нас получается многоуровневая. Смотрится довольно забавно. Ну и последним штрихом можно добавить немножко тени на наш текст. Переходим на слой с текстом на панели слоев. Кликаем правой кнопкой мыши на нем. Выбираем параметры наложения. Пункт «Тень». И здесь уже можете подгонять абсолютно на глаз. Можно непрозрачности больше сделать. Там сместить тень и так далее. Угол тени. Но много делать не нужно. Примерно вот так. По таким параметрам можете выставить. И нажимаем клавишу «Ок». В принципе, аватарочку мы сделали. Далее вы его просто сохраняете и загружаете в свои соцсети. Аватарочка подойдет как для Инстаграма, так и для группы ВКонтакте. Потому что миниатюрка отображается тоже в круглой области. Если вам данный урок был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопочкой «Подписаться», чтобы получать уведомления, когда выходят новые уроки. Всем спасибо за внимание. Всем пока.